ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Бензин в России не такой уж и дорогой, заявили в правительстве. Мол, посмотрите, сколько 92-й стоит в других странах. В Китае около 85 рублей за литр, в Германии 127, а в Норвегии вообще полторы сотни. К тому же, если бы власти не сдерживали рост цен на автомобильное горючее, литр 92-го бензина сейчас бы стоил у нас в среднем 50 с лишним рублей. Разницу в 5 рублей с каждого литра государство оплачивает нефтяникам в рамках так называемого демпфирующего механизма. ТРАССА 101 БМВ отзывает в нашей стране почти 500 кроссоверов Х6 и Х6М. Машины были проданы в 2019 и 2020 годах. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Объявлена сервисная кампания потому, что у автомобилей может отклеиться спойлер. Отсюда, вероятно, увеличение шума, создаваемого потоком воздуха. Добавлю Х6. Сейчас стоит минимум почти 7 миллионов рублей. ТРАССА 101 Связку техосмотра ОСАГО действительно можно отменить. То есть для оформления автогражданки диагностическая карта не нужна. Такую точку зрения высказали в Центробанке. Более того, по мнению руководства учреждения, контроль за техническим осмотром следовало бы передать государственной структуре, а именно федеральной службе по аккредитации. Идею продавать ОСАГО без подтверждения прохождения ТО выдвинул Российский союз автостраховщиков. ТРАССА 101 Чаще всего на вторичном рынке сейчас покупают Ладу Приору, 14-ю и Форд Фокус. Об этом говорится в отчете компании Авито. По востребованности продукция Автоваза находится на первом месте. На втором – Тойота, на третьем – Хёнде. Средняя стоимость подержанной легковушки по итогам трех месяцев этого года закрепилась на уровне 320 тысяч рублей. ТРАССА 101 Фольксваген представил новый компактный кроссовер Тайгун, предназначенный в первую очередь для индийского рынка. Машина сделана на той же платформе, что и Шкода Кушак. Это еще одна новинка для Азии. Базовый мотор у Тайгун – бензиновый, 1-литровый, мощностью 115 лошадиных сил. Самый старший в линейке – 150-сильный турбодвигатель объемом 1,5 литра. В списке оснащения – мультимедийная система, сиденья с вентиляцией, сенсорное управление некоторыми функциями. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова